Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции крюка следующая. Кровоизлияние в мозг, а также внутримозговое кровоизлияние, также внутричерепное кровоизлияние. Итак, первое, нужно выяснить, что точка ВС8 Шэнь Цюэ относится к переднесерединному меридиану, и мы видим, что переднесерединный меридиан своим ходом, что встречается с задним серединным меридианом, и он контролирует наш головной мозг. Тем не менее, извините, а также, согласно восточной медицине, мы видим, что переднесерединный и заднесерединный меридиан полностью контролируют правое и левое полушария своей энергии тонкой. Потому, если у человека есть проблемы с головным мозгом, то необходимо знать и брать во внимание, что акупунктурные точки переднесерединного и заднесерединного меридиана играют огромную роль, скажем так, в лечении нашего с вами мозга, а также тех заболеваний, которые, конечно же, проявляются в нашем с вами мозгу, так скажем. Единственное, что это тяжелое заболевание. Почему тяжелое заболевание? Ну, потому что нельзя только двумя меридианами, там, допустим, и точками акупунктуры переднесередины и заднесередины меридианов лечить наш мозг. Почему? Потому что также на мозг влияет поджелудочная железа, как ни странно, почки, желчный пузырь, меридиан, состояние меридиана печени, сердца, тройного обогревателя, мочевого пузыря. Вот уже я назвал 7 меридианов и еще 2 меридиана, которые относятся к чудесным меридианам. Вот уже 9 меридианов, которые контролируют наш с вами головной мозг. Потому что диагностика 12 меридианов здесь, ну, понятно, что очевидна и важна, чтобы сделать правильный, разумный ответ. В каком же состоянии общий энергетический баланс? Может он справиться со своими... Могут ли энергетика слабая в 9 меридианах помочь головному мозгу болящему? Нет, не может. Потому что нужно восстановить эту энергетику. Либо кипит вся энергия в этих 9 меридианах. А мы знаем, что когда энергия кипит, она куда поднимается? Пар поднимается вверх и, возможно, что крышку чайника сорвет. Либо проявится негатив, либо болезнь в головном мозге. Потому здесь диагностика 12 меридианов важна. Из-за чего может быть кровоизлияние в мозг? Ну, причин очень много. Чаще всего врачи говорят, что это гипертония. На втором месте ушибы и травмы головы. Также сюда входит плохая кровь. Либо плохая, ну, скажем так, человек пьет очень много разжижающих средств от крови. На самом деле не, скажем так, не выводит свою кровь в надлежащее, скажем так, состояние нормальное. Как бы это ни странно звучало. Потому что очень много есть диет, которые просто-напросто содержат кровь в прекрасной форме. Ну, и, конечно, это наркозависимые люди и люди, которые любят употреблять химические препараты. Очень нас, ну, любят у нас люди некоторые пить таблетки. Не понимая, что никуда ничего не девается, энергия все равно остановится где-то. А вот где и где она себя проявит негативно, сгусток крови где становится, никто не знает. Представьте себе. О медикаментах мы знаем все, а о состоянии меридианных мы не знаем ничего. Вследствие чего? Болезнь. Почему? Потому что неразумное отношение к своему, скажем так, организму, своему телу, своему здоровью. Ну, и вообще к медицине, как восточной, так и западной. И точка ВЦ-8 Шэн Цюэ практически показана при всех кровозлияниях в мозг. Внутримозговых, скажем так, кровозлияниях и внутричерепных кровозлияниях, скажем так. Вот такие выводы от точки ВЦ-8 Шэн Цюэ. Но как с ней работать, мы с вами расскажем отдельное видео. Ну, пожалуйста, уважаемые зрители, здесь экспериментировать не надо, потому как диагностика 12 меридианов здесь занимает главенствующее место, дабы знать в каком состоянии мозг. Спасибо за внимание.